Вчера в Госдуме был принят, пожалуй, что самый ужасный закон последнего времени. Закон, который очень скоро сделает около 100% мужчин призывного возраста, а с продолжением мобилизации вообще всех прямоходящих мужчин, уклонистами. Дальше будет совсем немного юридического занудства, но сейчас надо понимать главное. Никаких повесток больше не будет, забудьте это слово вообще, а заодно и с прилагательным электронная повестка. Вы теперь обязаны явиться в военкомат по самому факту того, что вы мужчина, а военкомату нужны солдаты. Закон этот бесконечно опасен. Он несет тяжелые последствия для сотен тысяч людей сейчас и для миллионов в перспективе. Посмотрите ролик внимательно. Мы тщательно все очистили от той чепухи, которую успели наговорить люди, называющие себя экспертами. Как это принято в российском законотворчестве, новые законодательные нормы были приняты тихой сапой, поправками ко второму чтению в законопроект, лежавший без движения с 2018 года. При этом степень вреда и опасности от этих норм прям уж очень сложно с чем-то сравнить. Если вы смотрите мой канал, то знаете об этом всем, конечно. Но я напомню. В корне меняется порядок уведомлений о явке в военкомат. Отныне для обязательства о явке не нужна ваша подпись на повестке, врученной лично в руки. Теперь отношения будут наступать в одностороннем порядке. Во-первых, легализуется доставка повесток в электронной форме. Но это не самое главное совершенно, в отличие от того, как это звучало в последние дни. Во-вторых, неважно, видели вы повестку или не видели, есть у вас госуслуги или нет. Спустя 7 дней после того, как повестка оказалась в реестре, считайте, что вы ее получили. В-третьих, бумажную повестку теперь не обязательно вручать лично в руки. Ее достаточно просто отправить заказным письмом с уведомлением. В-четвертых, если вы добровольно не явитесь в военкомат после того, как повестка будет считаться врученной, вы становитесь уклонистом. И в-пятых, для уклонистов сразу же наступают довольно мощные правовые последствия. Нельзя покидать страну, нельзя брать кредиты, регистрировать ИП и самозанятость, нельзя проводить сделки с недвижимостью и управлять автомобилем. Журналисты бросились этот закон называть законом об электронных повестках. В прошлом ролике и мы тоже так сказали, но это была ошибка. Потому что закон этот совершенно не об электронных повестках. Все гораздо хуже. Чтобы это лучше понять, сделаем небольшой шаг назад. Для начала опишем диспозицию в том виде, в котором она существует на сегодняшний день. И которая работала по меньшей мере последнюю четверть века. Два раза в год проходят призывные кампании. Под них попадают граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. А скоро, вероятно, и до 30 лет. Законопроект о повышении призывного возраста уже на рассмотрении. Это нормы для призыва. Про мобилизацию поговорим дальше. Потому что сию минуту прямая и явная угроза это именно призыв, начавшийся 1 апреля. Но мобилизация это все тоже коснется. Сегодня часть потенциальных призывников получают отсрочки или вовсе избегают призыва совершенно официально. Такими счастливчиками являются студенты очной формы обучения, прошедшие военную кафедру и многодетные отцы. А еще жители отдельных субъектов федерации на Кавказе, Дальнем Востоке и Крайнем Севере, где призыв либо не проводится вовсе, либо ведется крайне ограниченно. Если вы не студент, не многодетный отец, не прописанный в анадоре и не имеете иных легальных оснований не встать под ружье, то судьба дарила раньше вам целых два пути. Первый. Откосить по здоровью. Прошаренные и ответственные родители, понимавшие, что с российским государством шутки плохи, что свою кровиночку ему отдавать нельзя ни при каких обстоятельствах, к армии готовились с того момента, как на УЗИ увидели мальчика. Всю жизнь собирали справки, фиксировали каждый чих, обследовали любую ссадину, хранили каждый снимок. Дети таких родителей на 18-й день рождения получали историю болезни толщиной с кулак. Согласно этой выдающейся медкарте, на медкомиссию заявлялся не добрый молодец, кровь с молоком, а тяжелый инвалид, место которому не в казарме, а в хосписе. Те, кому с родителями не так повезло, решали этот вопрос самыми разными способами. Начиная с банальной коррупции, с покупки справок или получения их по знакомству и продолжая принципом «нет здоровых людей, есть недообследованные». Ведь если у вас еще нет смертельного диагноза, это значит только то, что вы мало врачей прошли и мало вам трубок вставили. А еще можно симулировать прямо на медосмотре в военкомате. Нагнать себе давление много ума не надо. Когда-то даже находились фокусники, способные на ЭЭГ эпилепсию показать. Второй путь – игнорировать существование военкомата до выхода из призывного возраста. Его еще называли «бегать от призыва», но беготни никакой обычно не было. Никто ни за кем не гнался. Просто с 18 до 27 лет парни избегали получения повестки под роспись. Не жили по регистрации, не открывали дверь незнакомцам, игнорировали любые попытки военкомата с собой связаться. Также инструктировали родителей, чтобы те, в случае появления военкома, сыграли слезную сцену о сыне, который уехал не весь куда, не пишет и не звонит, сволочь такая, глаза бы мои его вообще не видели. Такая жизнь без военного билета несла некоторые трудности. Сложно получить новый загранпаспорт, устроиться в крупные компании, получить некоторые кредиты, особенно ипотеки. Закрыты для трудоустройства государственные силовые органы, но в принципе все переживаемо и не страшно. Получи загран в 17 и живи себе спокойно. Призыв на срочную службу был той заразой, которую можно либо лечить, либо просто переждать. Плюс-минус с одним и тем же результатом. Получается, что с одной стороны в стране всеобщая воинская обязанность, но с другой, кто не хочет, тот не служит. Никаких особых усилий для того, чтобы откосить не нужно. Причем всем этим традициям беготни от военкомата в нашей стране много-много лет. Еще наши деды готовили истории болезни для отцов. В общем, передавались эти знания из поколения в поколение. Теперь этому хотят положить конец. Новый закон вводит юридическую фикцию. Отправленная повестка считается врученной спустя неделю после того, как была отправлена, оказалась в электронном реестре. Неважно, видели вы ее или нет, есть у вас аккаунт на госуслугах или нету. Если в момент рассылки повесток вы лежали в коме, это тоже неважно. Таким образом, любой мужчина, достигший призывного возраста, без военного билета или официальной отсрочки, не явившийся в военкомат в период призыва является уклонистом и может получить весь список удовольствий, предусмотренных законом. Именно поэтому не нужно говорить об электронных повестках. Это закон не о них, это закон о полной отмене повесток. Теперь ваши правоотношения с военкоматом будут начинаться не потому, что вы где-то расписались или хотя бы что-то прочитали. Теперь они будут начинаться лишь потому, что на дворе призывная кампания, а вы подходите под критерии призыва. Закон накладывает на вас обязанность об этом знать. Некоторые граждане поспешили всем посоветовать удалить аккаунт из госуслуг, но это скорее вредный совет, чем полезный. Проговорим еще раз. Неважно, каким образом вам была направлена повестка, хоть в госуслуге, хоть с заказным письмом, спустя 7 дней с отправки она объявляется врученной. А вот без госуслуг вам за границей может быть не сладко. Попробуйте без них, например, получить справку о несудимости для визы или ВНЖ. Трудно будет. Сейчас поговорим о том, пора ли уже паниковать и что можно сделать в текущей ситуации. Но сперва некоммерческое объявление про новое независимое СМИ Верска. Посмотрите, оно мне кажется интересно. Сегодня хочу вам рассказать о новом независимом российском медиа под названием Верска. Это издание появилось вскоре после начала войны в Украине. Его основала бывшая журналистка новой газеты «Дождя» и РБК Лола Тагаева. Верска освещает российские политические новости и рассказывает о том, как происходящие события влияют на наше общество. И хотя сегодня независимая журналистика в России практически невозможна, редакция Верски продолжает работать с авторами внутри страны. Журналисты издания добывают эксклюзивные инсайды от источников, анализируют долгосрочные социальные процессы и много чего другого, еще интересного пишут. Работу редакции быстро заметили коллеги по цеху. И также быстро на новое смелое СМИ отреагировали власти. Доступ к сайту издания заблокировали через полтора месяца после его появления. Куда уж показательнее. Среди самых громких публикаций Верски серия текстов о массовой гибели мобилизованных на фронте, материал о эксплуатации украинских беженок, а также расследование о том, кто и почему заблокировал принятие закона о домашнем насилии. Сейчас Верска работает над новыми материалами о последствиях войны для россиян. Пишет о многом другом. Подпишитесь на социальные сети Верски, особенно на телеграм-канал. Делитесь ссылками на статьи с друзьями. Этим вы очень поможете редакции издания. Ссылки я оставил в описании к ролику. Итак, срочный призыв идет прямо сейчас. А согласно новому закону, повестка будет считаться врученной спустя неделю после ее направления. Главный вопрос, когда начинаете паниковать? Так вот, прямо сейчас. Закон начнет действовать с момента опубликования. А за ним, судя по тому, в каком пожарном режиме его принимали, дело не станет. Совет Федерации все сегодня же одобрит, Путин махом подпишет. Вступить в силу закон может буквально на днях. Конечно, а рассылка электронных повесток прямо на днях вряд ли начнется. Потому что еще вроде как нет электронного реестра, по которому их будут рассылать. Но это не факт, может и начаться. Но в любом случае, правовая норма начнет действовать сразу. Если после отправки повестки любым удобным способом, включая заказное письмо, вы не явитесь в военкомат, то государство будет считать вас уклонистом. Еще раз напомню, это закон не об электронных повестках. Это закон о ликвидации повесток совсем. Никакие госуслуги ему не обязательны. И нет ни единой буквы в законе, которая намекала бы на то, что к текущему призыву это не относится. Опасна ли срочная служба в нынешних условиях? Вообще, срочная служба в России всегда опасна. Дедовщина, регулярные избиения, голод, спятившие командиры. Все это для физического и ментального здоровья, мягко говоря, не полезно. Как была армия ирзацем тюрьмы с тюремными порядками и условиями, так и осталось. Да, за исключением первого этапа войны, когда срочниками затыкали острый дефицит кадров в действующей армии, мы пока не видели массовой отправки призывников на линию фронта. Может и были исключения, но похоже, что единичные. Видимо, может быть начальство перепугалось, когда пошли потоком юные лица в некрологах. Это может в любой момент измениться, но по состоянию напрямую сейчас похоже, что вам не грозит оказаться под бахмутом на третий день после присяги. Но призывники далеко не в безопасности. Во-первых, именно призывники сейчас выполняют тыловые функции в прифронтовых регионах. Курской, Брянской, Белгородской областях. А по этим тылам часто и обильно прилетают от украинской артиллерии. Во-вторых, срочников все чаще перековывают в контрактники. Пока их не пытают шваброй и не сажают на подвал ради подписания контракта. Но давление в закрытом мужском коллективе не сильно лучше швабры. Не надейтесь, что вы сами или ваши родные или друзья смогут этому противостоять. В-третьих, нет ни единого законодательного ограничения, которое могло бы помешать отправить срочников завтра в штурм под Угледаром. Ведь вся земляна, которой ныне идет война, это по конституции территория России. Туда можно отправлять срочников, это легально. Пока все держится только на политическом страхе Владимира Путина и честном слове российского государства. На все это в сумме я бы и двух баксов не поставил, не то что жизнь. В-четвертых, любая форма службы в нынешней российской армии, где бы она ни проходила, способствует прямо или опосредованно нынешнему вторжению на чужую землю. Не нужно сейчас надевать формы российской армии. Это не только плохо для вашего здоровья и будущего, но и аморально. Относится ли нынешний закон к мобилизации? Да, относится. Даже не слушайте тех, кто говорит, что закон касается только регулярного призыва. Никаких оговорок про виды призыва там нет. И только на практике можно будет узнать, какая статья относится к мобилизации, а какая нет. Единственная разница между регулярным призывом и мобилизацией не имеет никакого отношения к текущему закону. И разница это в уголовной ответственности. Уклонение от призыва повлечет уголовную ответственность. А за уклонение от мобилизации уголовной ответственности пока не предусмотрено. Разве что за уклонение от воинского учета вы получите штраф до 3000 рублей. Но все райское наслаждение, которое перечислено в этом законе, включая запрет на выезд за границу, на сделки с недвижимостью или на вождение автомобиля, к мобилизации может точно так же относиться. А может и не относиться. В лучших традициях российского законотворчества законодатель это не прояснил. Мы предупреждали, что чем дальше в лес, чем хуже будут дела на втронте, тем опаснее российское государство будет для своих граждан. Что те советы, которые мы давали в сентябре, которые в общем-то сводились к тому, что повестку трогать ни в коем случае нельзя, рано или поздно работать перестанут. Что ваша подпись на бланке с печатью, отделяющая вас от встречи с Химарсом, слишком очевидная цель для ликвидации российским государством. В случае продолжения мобилизации, а указ о ней и продолжает действовать, вы окажетесь под действием той же самой юридической фикции. Не важно, что заказное письмо пришло по адресу, рухнувшего 10 лет назад от старости дома в деревне Бабашкино Ивановской области, где вы числитесь согласно устаревшей в 95-м году домовой книге. Не важно, что вы повестку не видели и госуслуг у вас отродясь не было. Узнайте вы о своей мобилизации от ближайшего гаишника, который вас как уклониста отстранит от управления транспортным средством. Прошедшей осенью плохие последствия для вас могли наступить только в том случае, если вы не исполнили первое правило учебника ОБЖ для начальной школы, открыли дверь незнакомцу и взяли у него какую-то гадость. От вас требовалось вполне конкретное действие, чтобы стать уклонистом и мишенью для Вентилова. Нужно было что-то подписать, прийти в военкомат и так далее. А теперь для этого никаких действий с вашей стороны не нужно. Что делать, если ситуация стала в разы опаснее? Она стала. Что делать, если вот-вот может стать поздно что-то делать? Не важно, призывник вы или подпадаете под мобилизацию. Как ни странно, прямо в законе, возможно, содержится намек, что же нужно делать. Не факт, что это сработает, но это там есть. Закон ужесточает все на свете, но одна вещь либерализуется. Теперь сняться с воинского учета тоже можно дистанционно. Ну, вернее, военкомат может это сделать. Теперь не обязательно личное присутствие. То есть потенциально можно уехать и сняться с воинского учета из-за границы, как покинувший любимую родину надолго. Хотя нельзя гарантировать, что сервис снятия с воинского учета без личного присутствия действительно появится. Или что людей с доверенностью начнут принимать в военкоматах. Ну, если там маму, например, отправить или юристку вместо вас. Но в законе об этом, однако, возможность такая указана. Если так будет можно, не обязательно уезжать навсегда. Можно потом вернуться и забыть встать на воинский учет назад. Это не будет иметь последствий. И грозится это лишь скромный штраф. Уехать сейчас и сняться с учета дистанционно, это выглядит как, на первый взгляд, самый безопасный и лучший вариант. Но мы, конечно, не знаем, как это все будет работать. Ну, вообще, конечно, самый безопасный сейчас вариант для мужчин призывного возраста и подлежащих мобилизации, это просто в России не быть. Но понятно, что так могут не все. Тем, кто уехать не может, какие бы ни были причины, пока невозможно ничего посоветовать, кроме всего того же путешествия по всем возможным врачам на всякий пожарный. Будем смотреть, как закон будет воплощаться на практике. Если все ограничения, которые он сулит, действительно будут применяться массово, то вам придется жить, как людям с большими долгами или подвергнутым личному банкротству. Список ограничений очень похож. Мы посмотрим, опять же, как все это будет работать и сделаем для вас подробный гайд уже по факту. А пока можно примерно представить, какой может стать ваша жизнь. Придется жить, как Дима Семицветов из фильма «Берегись автомобиля», когда совершенно все от квартиры до карточки оформлено на третьих лиц, через которых и ведутся дела. Машин наим жены, дач на мое имени, чего у тебя нет. Если все будет так, как написано, вам придется перейти не то чтобы на нелегальное положение, это все-таки прямо сильно сказано, но вы окажетесь в серой зоне. Хороша ли такая жизнь? Не очень. С другой стороны, миллионы людей так и живут. Так жить можно. Даже бизнесом, даже немаленьким, люди умудряются заниматься. Хотя по всем бумагам у них давно все арестовано, и формально им ничего нельзя. По сравнению с армией, по сравнению с фронтом, по сравнению с риском отдать жизнь или здоровье на захватнической войне, риском кого-то убить, любые последствия, которые сегодня фигурируют в законе, просто детский лепет. Даже потенциальная уголовка за уклонение от призыва имеет максимальную санкцию в два года лишения свободы. А судя по судебной практике, вам и вовсе ничего хуже штрафа не светит. Из 582 приговоров за 2022 год штрафом окончились все. Большинство меньше 25 тысяч рублей. Да, в отличие от всего, что было раньше, уклонение от срочной службы теперь может стать не настолько безвозмездным занятием. Но нужно помнить, что по другую сторону увечья, смерть и позор. О политическом смысле происходящего мы говорили буквально вчера. Да, сам закон, как и его принятие в режиме диверсионной операции, все это явно говорит об отчаянии. Что нигде крокодил не ловится и кокос никак не растет. Уж и баблом этих граждан фарфируем, как праздничного гуся. Уж и ограничения все сняли. Уж едва ли не с места преступления с окровавленным ножом убийца может сбежать от полиции прямо в военкомат. Но очередей чего-то как не стояло, так и не встало. Надо признать, что у них просто нет другого выхода, кроме как вертеться ужом и пытаться протянуть на сковородке подольше. А значит, это не последний закон, который одним днем сделает вашу жизнь намного хуже и опаснее. Но это ничего не меняет. Где угодно лучше и безопаснее, чем на фронте. Так что не ходите в военкомат и не попадайте в армию. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин